Слушайте радио Болтком. Утро на Болткоме. Мы просто вот с ним, вот видите, мы без шляпы, вот мы сняли шляпу, просто низкий поклон, действительно, режиссеру Дмитрию Петренко. И сегодня мы поговорим о постановке в Даугавпилском театре, драмы «Тумшие брежи». Мне кажется, коллега, вы немного забежали в грядущее, примерно на месяц. Мы снимаем шляпу, безусловно, при творчестве Дмитрия Петренко, но премьера состоится 2 октября. Ой, а я что-то думал, что вчера, 2 сентября, и уже думаю, ну вообще, вот после премьеры встать, это, конечно, 8.30, это еще больший подвиг. Но, тем не менее, не умаляя, не умаляя. До премьеры месяц, а Дмитрий все равно с нами, это тоже подвиг. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Слышно нас? Да, доброе утро. Да, я вас слышу, да, спасибо за возможность участвовать в программе и немножечко напугали вы меня. А, как, что, вчера была премьера, я опять не знал. Надо хоть позвонить, к этому, ребят, все прошло. Да, да, да. Итак, это, по-моему, первая будет ваша постановка в Даугавпилском театре. Семейная драма «Темные олени». Расскажите, почему Даугавпилс? Что за «Темные олени?» На что стоит обратить внимание? Как работает в Даугавпилсе? Вот это вот все очень интересно. Да, это моя первая постановка в Даугавпилском театре, при том, что я, по-моему, работал уже практически во всех театрах Латвии, так получилось, да, и всегда хотел побывать в Даугавпилсе как режиссер, не просто как гость. И директор театра Олег Шапошников позвонил мне и предложил поработать. И так сложилось, что у меня как раз вот август-сентябрь, были свободные два месяца, и мы договорились, что я приеду работать с актерами. И тогда я, когда я начинаю работать в новом театре, я всегда задаю директору вопрос, ну, примерно, что вы от меня ждете, да, потому что в своих театрах, где я работаю, в Лепайском театре, в театре Дайлас, я уже примерно, ну, представляю репертуарную политику и знаю зрителей. И в новом театре всегда очень важно, что директор, скажем так, ну, примерно представляет, чего не хватает в театре. И Олег Шапошников сказал мне, что желательно было бы, чтобы это была латышская драматургия, что-то про семью. И так получилось, что я как раз был в Лепай, где с моими студентами работал режиссер Мара Тиммелы. И я говорю, Мара, я не особо специалист в латышской драматургии, посоветуй мне что-нибудь. И Мара, мой педагог и коллега, она в свое время, по-моему, не знаю, лет, наверное, 15, если не больше назад, ставила в Валмерском театре эту работу «Инги Аббелы». И Мара говорит, поставь «Темных оленей». И я помню эту прекрасную пьесу, и я ее тут же прочитал, отправил Олегу, и ему она очень понравилась. Вот, эта пьеса, действительно семейная драма, она рассказывает о жизни отца и дочери в деревне, в принципе. Они уехали в деревню, потому что отец хотел начать там бизнес, он начал разводить оленей. В какой-то момент они просто прогорели, и отец вынужден этих оленей продать, ну, скажем так, на мясо. Вишневый сад практически, да, вот что-то перекликается. Да, 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 а дочка очень любит, для нее эти олени единственные друзья в этой деревне. И, в общем-то, ну да, спектакль, наверное, об их отношениях, не столько о животных, сколько об их отношениях, о том, как отец может на самом деле очень любить свою дочку, но совсем ее не понимать. Вообще, эта тема подростков, она довольно серьезная, довольно важная в последнее время. Очень многие, мне кажется, родители с этим сталкиваются, что не знают, как общаться с этим сложным, но интересным возрастом, там, 14, 15, 16 лет. Эта пьеса будет поставлена на русском языке? Нет, эта пьеса будет поставлена с латышской труппой этого театра. Вот, я действительно первый раз работаю в этом театре, тем более вот с латышской труппой, я практически ни с кем даже знаком не был из них. Поэтому это всегда, на самом деле, очень сложно, начинать работу с актерами, с которыми никогда раньше даже не был знаком, в принципе. Но в Далгопевском театре это как-то очень легко, очень органично получилось начать работу. Вот месяц мы уже репетируем, и я пока что очень-очень доволен и профессиональным уровнем актеров, и их отношением к моей работе, к нашей работе, и вообще тем, как в театре организована работа, атмосфера. И для меня это всегда очень важно, чтобы атмосфера в театре была творческой, чтобы режиссеры и актеры чувствовали себя свободно. Дмитрий, вы упомянули о том, что вы работали практически во всех театрах латыйских, вот что? Есть режиссеры, которым комфортно работать всегда, но вот с одной труппой, они прекрасно знают, кто на что способен. А я смотрю, что у вас вот есть, может быть, желание все время, это что, выйти из зоны комфорта, попрошь что-то новое? Или, может быть, вот как, я уж не знаю, как гарем, который попадаются новые-новые наложницы, вот султану все мало, вот какие-то новые ощущения, новые лица, новые совершенно какие-то люди? Ну, мне нравится действительно путешествовать по театрам, по стране, и не только по Латвии. И иногда бывает, что я действительно просыпаюсь, не знаю, в Лепо, и еду в Даугапиллс, на утро уже в Даугапиллс, и думаю, так, где я проснулся, в каком я городе сегодня, и в какой театр я пойду? Мне это очень нравится, мне это действительно какой-то выход из зоны комфорта. Но это, конечно, не исключает того, что работать со своими актерами, делать там пятый, шестой, седьмой спектакль с одними и теми же актерами, это совсем по-другому, да, потому что я уже их знаю, я иногда иду на больший риск, да, то есть я знаю, что актер может сыграть, и мне хочется дать, например, актеру роль, которую он еще не играл, какую-то новую задачу, которую, может быть, у него даже и не получится, но мне это интересно, я, например, иду на такой риск. Вот так у меня сложилось, есть трупы театра Дайлос, в котором я до сих пор работал, и много актеров, которых я действительно очень уважаю и люблю, и которых я уже знаю, ну, как с ними работать, они знают меня, и очень что-то похожее, даже, может быть, больше сложилось у меня в Лепойском театре, поскольку я вот последние четыре года там работал как педагог на актерском курсе Лепойского театра, вот в этом году у нас как раз был выпускной, то есть закончились эти четыре года, и мои студенты, это действительно, наверное, мои самые близкие актеры, потому что их я знаю, ну, вот с нуля, когда они пришли сразу после школы, да, зеленые, ничему не обученные, как вот белый листок бумаги, и сейчас они играют уже довольно серьезные роли, серьезные спектакли, конечно, с ними работать мне очень легко и очень интересно, и я вот действительно жду момента, когда я опять тоже снова поеду в Лепы, чтобы делать с ними, продолжать делать с ними новые работы. Есть какие-то опасения, ну, невозможно не говорить на эти темы, они очень актуальны, что премьера может сорваться в силу каких-то эпидемиологических нюансов и ограничений? И были подобные обломы, с позволения сказать? Да, безусловно, потому что мы, наверное, уже года практически два-полтора уж точно живем в таком режиме, и я уже пережил, наверное, четыре таких премьеры, когда мы выпускали спектакль без зрителей, когда мы играли спектакль без зрителей, чтобы он не умер, например, играли три раза спектакль в пустом зале, где единственный человек зритель был я, режиссер, который в конце аплодировал актерам. Это было довольно странно. Но это очень странно, да. Да, но это необходимо театру, потому что актер не может сидеть дома, ничего не делать, он как спортсмен должен все время быть в форме. И я, наверное, к этому уже привык, что мы выпускали, я говорю, наверное, четыре премьеры во время пандемии, которые не видел ни один зритель, и потом вдруг сейчас, летом, когда уже разрешили запускать публику в зал, вдруг у меня начался такой месяц премьер. То есть буквально за полтора месяца я выпустил несколько спектаклей, уже официальных премьер, готовых спектаклей. То есть были вторые премьеры, можно сказать, этих же спектаклей. И это была и Лепа, и Театр Дайлас, и два спектакля в Лепе мы так выпустили. То есть, в принципе, я могу сказать, что я к этому готов. Я, наверное, даже как-то привык, что может быть премьера без зрителей, и потом через какое-то время, когда опять будет более-менее нормальная ситуация, мы позовем зрителей, и снова, например, за неделю закончим спектакль, или возобновим его, вспомним что-то, освежим что-то, поменяем. Но я думаю, что месяц остался. Я надеюсь, что за этот месяц особо ничего не изменится, и что все-таки билеты продаются, и что актеры, конечно, им легче, и нужно, безусловно, играть спектакль на зрителя, потому что только тогда спектакль действительно начинает как-то дышать, жить, и актеры вообще проверяют какие-то вещи на зрителя, и без этого просто невозможно. Что же тогда, получается, в самом начале мы были недалеки от истины, буквально вчера была премьера, оказывается, за месяц их он несколько. Скажите, опять же, учитывая все эти особенности, ту реальность, в которой мы живем уже второй год, насколько отзывчивы сами зрители, насколько быстро раскупаются билеты, особенно на новые спектакли? Ну, есть же тоже вот эта вот фишка, что кто-то любит классику, а кто-то любит современные произведения. Да, вы знаете, вот те премьеры, которые внезапно вдруг открылись сейчас, из-за того, что разрешили пускать зрителей, они были очень востребованы, потому что было видно, что люди, несмотря на лето, на июль, на август, на хорошую погоду часто люди с удовольствием покупали билеты, у нас были распроданы залы, потому что видно было, что публика просто очень соскучилась по театру, и люди были готовы, мне кажется, идти все равно, это классикой, потому что вот в театре «Дайлас» у меня был абсолютно классический спектакль, «Влепая» это была современная пьеса, и люди были готовы идти. Сейчас по-разному, есть спектакли, которые, например, вот спектакль «Регина Эзера» из Эндега «Стайла», или, например, спектакль «Миллион хороших вещей» и «Жестокие игры» в Лепайском театре, они очень хорошо распродаются, мы даже ставим дополнительные спектакли. Какие-то новые, неопробованные спектакли распродаются пока, может быть, хуже, люди тоже, например, с опаской смотрят на осень. Многие уже столкнулись с тем, что покупали билеты, потом их пришлось сдавать, и началась пандемия, там вторая волна. Плюс осенью всегда чуть-чуть сложнее, потому что люди потратили деньги на школу, на детей, на какие-то начала сезона, и осень – это всегда сложнее, мне кажется, для театра. Но я повторяю, что есть, конечно, спектакли, которые очень хорошо распродаются, они уже обыграны на зрителя, они получили хорошую критику, хорошие отзывы и на такие спектакли люди как-то более, наверное, чувствуют себя, не знаю, в безопасности, наверное, что они не столкнутся с чем-то непонятным или неинтересным и скучным. Дмитрий, вот наверняка каждый режиссер сталкивается с темой, когда он берется за постановку пьесы, которая уже ставилась, тем более, что, по-моему, ведь была экранизация Томши Брежи в фильм «Вестера Кайриша». И вот насколько, есть ли какое-то опасение, когда у зрителя, может быть, уже сложилось представление, он, может быть, видел постановку или фильм видел, вот насколько этот страх, надо же сделать что-то или совсем другое, или превзойти, или предложить новую трактовку. Вот это в этом, я понимаю, что это у каждого режиссера, потому что каждая пьеса, естественно, она ставилась не один раз. Конечно, безусловно, есть какое-то, особенно у классических произведений, какой-то шлейф, который тянется, как нужно играть, к чему зритель привык. И есть гениальные актеры, которые, может быть, это сыграли, и потом их переиграть вообще просто невозможно практически. Не знаю, Высоцкий, Смоктуновский. Потом, я не знаю, очень трудно браться за такой материал. Но я как-то уверен в том, что любой режиссер, который читает пьесу, он все равно видит ее по-своему, потому что в пьесе очень мало указаний, как выглядит герой, как он себя чувствует, как он себя ведет, даже очень часто, сколько ему лет. И поэтому я всегда стараюсь не смотреть. Я не видел постановок ни Мары Тиммела, ни Вестура Кайриша. Фильм когда-то очень давно смотрел. Не видел его постановку в Новом Рижском театре там очень давно. Но я этого не очень боюсь, потому что хорошая драматургия, но она всегда имеет много постановок. То есть нередко бывает, когда ты первый берешься за такую работу. Но я повторюсь, мне кажется, что режиссер всегда видит свои акценты, свою тему. Кто-то ставит, например, «Темных оленей» именно про жизнь вот этого подростка, этой девочки. Для меня, например, акцент я ставлю на жизнь отца, на его проблемы, на его внутренний мир, на его взросление, на его невозможность, например, принять реальность, в которой он живет, новую жену, бизнес, который у него не получается и так далее. То есть это все равно свои акценты, свое ощущение пространства. И потом время тоже меняется. То, что было 15-20 лет назад актуально, даже в плане эстетики театра. Это сегодня, конечно, все по-другому. И сегодня ставить так просто даже невозможно. Если бы я очень захотел, это все было бы, наверное, уже не то. И слава богу, что так. Потому что театр всегда очень современен. Он всегда только вот здесь и сейчас. И эстетика театра. Плюс ощущение, мне кажется, режиссера времени. Чтобы 20 лет назад мы ощущали как-то себя, и время, и людей. И сегодня, конечно, это, мне кажется, все по-другому. Даже вот спектакль, который мы выпустили во время пандемии, а потом прошло полгода, и вот сейчас летом выпускали. Я за эти полгода, по-моему, сам изменился. Я смотрел свой спектакль и много акцентов поменял. Потому что полгода – это очень много в жизни человека на самом деле. Это очень много каких-то событий, перемен. И я уже сам по-другому смотрю. Поэтому я как-то вот не боюсь этих трактовок, которые были до меня. – Хорошо. Прекрасно. Огромное спасибо. Мы говорим Дмитрию Петренко, театральному режиссеру, у которого 2 октября у Давгавпиловского театра состоится премьера семейной драмы «Темные олени». – Спасибо, Дмитрий. – Дмитрий, спасибо огромное за участие в нашем эфире. И удачи. Очень надеемся, что ничто не отразится негативно на премьере на 2 октября. И все пойдет хорошо. Продолжаем. Утро на Болткоме. Нет, утро на Болткоме мы как раз таки не продолжаем. Просто продолжается вещание радио Болтком. Конечно же, нельзя не отметить наш замечательный портал Микс Ньюс ЛВ, где тоже появляется периодическая актуальная информация. За этим нужно следить. А впереди у нас программа «Климат-контроль» с Константином Рангсом. Утро на Болткоме.